Мы можем использовать неоднократно, но каждый раз она у вас будет все короче-короче-короче. И что касается дизайна, почему удобно работать? Как вы с каждой варежкой, вы не ошибетесь. Если вы работаете с каждой варежкой отдельно, вам нужно помнить о том, что этот краешек, конечно, должен быть красивым. Он дополнительно прокладывается для того, чтобы его красиво сделать. То есть на самом деле, конечно, я не нарушаю правила валяния. То есть в настоящем валянии он не пользуется в помощи в виде ножниц, потому что, если как у Келянцева не брал свою статую из камня, как и здесь, когда жизнь швовца никогда считается нашим велодашем. Однако вы всегда можете вот что-то поправить, чтобы было красиво. В рукоделии нет ничего невозможного. Дальше и сегодня, когда существует так много новых, в которых все время проникает. Понимаете, что интернет, где с такой бешеной скоростью люди могут обмениваться информацией друг с другом и делиться тем, что каждый научился немедленно. Значит, сегодня и к нам у Запада приходят вот такие же новые направления интерьерного дизайна. в этой области из вилоку можно делать очень много уже памятных вещей, и всякие объекты, абажуры, статуи, игрушки. Значит, мы сейчас вообще не говорим о сухом валянии, потому что это отдельное, это совершенно отдельное полноценное направление. Сегодня сухое валяние из основного в помощи длилают игрушку или мелкую бюджетерию. Я видела уникальные вещи совершенно, как сегодня смешивают валяние и вышивку машины, но это, конечно, касается многих вещей, или большей серии, или, например, у них все-таки вещи, спустя юга, или что-то такое, да, или азиат в вашем аркаде? Это очень красиво. У них есть несколько, собственно, коммуникальных технологий, типа аппликаций, да, очень известная среднеазиатская техника, которая вырезается, когда вырезается орнамент, то есть делается два ковра одновременно, в разных коврах, то есть вырезается орнамент черный, потом пришивается на белое, белое на черное, и очень красиво. Ну, смотри, здесь штуки. Просто полоскали, да? Ну, их надо будет прополоскать, безусловно, значит, потому что это как бы последняя операция, значит, ну, вот смотрите, вот наш размин, да, он у нас получился, значит, безусловно, для варежек, как, то есть, эти декоративные варежки, они достаточно холодные, для того, чтобы вам получить варежки толстые, вам нужно купить более плотную шерсть, взять коршевую байку. Спасибо. Спасибо. И сколько слоёв сделать для нашей зимы? Нет, это тоже не бегает. Это очень индивидуально. То есть, в зависимости от того, что вы хотите получить. ну, варежку, минимум, в три слоя. Ну, где? 5-7 можно сделать. Но это будет зависеть от того, сколько вы шерсти выкладываете. Вы знаете, вы руководили меня в суде. Поэтому я многое знаю, и моя миссия распространять информацию. Значит, если вы хотите научиться живёте варежку, значит, лучший мастер у нас в городе сегодня, это именно Утайя. Значит, может быть, вы о ней слышали, и очередь на январь сейчас. То есть, это потом в личной переписке, если вы хотите, я вам дам телефоны все, вы их к ним обратитесь. Конечно, это можно написать. А у вас сколько? Я вам на визитке. Анна Кемкина, а вы где-то выставляете, где-то ваши работы можно купить? Значит, наши работы... Вообще, вооружение в Новосибирске выстрелило вот в последние три года очень значительно. И подтверждение того, что вы здесь, раз вам это интересно. Вы можете посмотреть, кстати, вот какие структуры получились. Вот моя первая ниточка какая стала. Они когда высохнут, они, конечно, проявятся. Белое будет, еще и черное очень хорошо видно. Значит, три года назад... Я не хочу приписывать себе правильную деятельность, но в рамках, например, международную структуальность художественного для Международного Артания, с бывшей подружкой Татьяны Сисловой, она уже сейчас ушла и живой руководителем. А мы лидички. Сегодня, на посуднике в Тархозе, твоего руководителящиков у нас больше двадцати. Значит, и мы уже близки вот к объединению, может быть, созданию своего творческого союза, как в Москве девочки объединились. Потому что сегодня, вот все, что связано с информационным обменом, понимаете, выделились приоритеты, кому что больше нравится. Я лидируюсь по шарфам и малым формам, потому что мне нравятся новые материалы, смеливаются, очень сливаются, эксперименты проводить. У меня есть работы, мне очень они нравятся, валять на махере. Значит, к сожалению, учить этому достаточно сложно, все лениться вязать основу, понимаете. Чтобы прийти на такое занятие, нужно, чтобы человек связал в основу, хотя бы. Поэтому, основном, реализуем, конечно, мы сами лично все свои вещи в раках, вот в фестивале Ортания или куда пригласят. Это у вас в комбии все-таки? Вы знаете, так сложилась лично моя жизнь, что сегодня для меня это уже возможность заработка. Я уволилась совсем недавно. Вообще, я по образованию инженер-метролога, уволилась. Сегодня я знаю, что по делям можно зарабатывать. Но это не единственный источник такой. И у меня сегодня нет желания, ну, если бы. в жизни столько интересного. Воляние одной. Учеников берёшься? Учеников с удовольствием. Мало того, сегодня, поскольку вот это так популярно, и у меня лично вы можете учиться в рамках клуба «Рукоделие Рукость» на площади, на проспу деформациях. Значит. Там можно, куда можно прийти, для начинающих курс, чего и занятия. Значит, я веду там. Я вам дам визиточки, если вы мне напишете, я вам в стимул уже прямо на каждый ваш вопрос ответную информацию. Значит. Дальше, допустим, там от 400 рублей занятия. То есть нулевой уровень, он от 400 рублей. 4-5 занятий. Я считаю, что 4-5 занятий достаточно для того, чтобы вы бы определились. Интересно вам это, куда бы вы хотели двигаться. А после, у вас есть возможность, сегодня достаточно мастеров продвинуть. Все дают мастер-классы. И моя рекомендация вам очень простая. После того, как вы обладели начальными уроками, вы выбираете уже мастера через вещи. Понимаете? Первое, вы приходите и говорите, покажите ваши вещи. Вам нравится такой балансин? Вы идете по мне ищите. Вам нравится жилет Инны Литая? Вы идете к Менге. Вам нравится шапка Елены Картановой? Вы идете к Елене Картановой. Я вам скажу, что Елена Картанова учит сумки делать. Подушки и подушки очень нравится. Ну вот, если вы умеете сумку, то вам подушку не надо учить. Конечно. Я не умею. Я выдуваться. Ну, понимаете, к сумке там планирую. Там ручки надо приделывать. А подушки ничего не надо. Там коллапии, варежки. Да. Там же как будто это вот. Да. Точно так же. Да. То есть, только на плёску так или... Никаких тайн. Это вы дома можете попробовать на любом платочке, который у каждой женщины в неограниченном магическом шкафу напихан. Понимаете? Это в интернете можно посмотреть. Называется «Покусный голод». Там есть несколько секретов. В зависимости от того, как вы кладёте щерсть. Потому что, я думаю, что вы краски рукоделем занимаетесь, больше половины из вас шьёт. Или имеет представление всё равно о том, что доливает в яичном. Потому что, когда вы голодите, вы кладываете. Материал у вас там точно так же образуется. Долевая и поперечная. И долевая образуется там, где больше долевых слоёв. То есть, где вы больше вертикали положили, там и долевая. Вот здесь у нас она вот эта. Нет, неправда. Оборудование. Просто вот у нас ещё это долевая. Значит, и существует несколько способов выкладывать валан. По поводу вот капустных шарфов ещё. Я бы вам рекомендовала поучиться про Люны Васильевны Безбачёвой. Возможно, вы её знаете. Она достаточно известная мастеристка. Читала. Она к нам приезжает 3-4 раза в год из Казахстана. Чудесная. Вот, знаете, у неё работа я вообще ни с кем не могу сравнить. Я хожу и любоваться на её армию. Я даже вам расскажу почему. Потому что я сама у неё училась несколько раз с удовольствием. Она профессиональность из новых фреконтажного производства. И вот она выкладывает капустные вала своим способом, которые я случайно у неё подглядела. Знаете, я вала с ней на мастер-класс, я в ней в глаза посмотрела. Я делаю не так. И поэтому у нас качество совершенно разное. Я выкладываю просто 3-4 слоя в зависимости от толщины шерсти. Она выкладывает 3 слоя, 2 обыкновенных, а один есть на куст. То есть, то, как вы выкладываете, определяет качество всей вашей работы. Выкладывать можно только... Точнее, научиться выкладывать можно только выкладывая с утра до вечера. Понимаете, что бы то ни было. Поэтому, например, почему... Это не значит, что вы не можете прийти на мастер-классную войну, если вы ничего не знаете о валянии. Вы можете это делать, это... Ничего страшного. Но это вот как почек. Как поставленная рука. У кого-то есть талант, да. Но дальше он... Это не значит, что кто-то не может это делать. Это могут делать все. Просто зависит от того, что вы выбираете. И такие же личные предпочтения. Ведь существуют мастера по тапочкам, да? По шапкам. У шарфов очень много техник. Техника типа паутина, прозрачная, совсем тончайшая. Но туда нужны волокна для очень много шумка, да? Для того, чтобы это было прочно. Потом сумки и шапки. И сегодня дизайнерскую шапку сделать вы можете за 3-4 часа вот на занятии у мастера, который поэтому специализируется. Однако есть всякие тонкости маленькие. Чтобы сделать все-таки настоящую шапку, нужна балбана. Потому что вот эти все швы, то есть выкладываете все точно на таком же шабоне, как вы сегодня делали. И шапка также. Но только вот сколько нужно сделать шапок, чтобы сосчитать, сколько она будет усаживаться, да? Потом, значит, смотрите, вы можете... А вы еще сказали, что вам расскажите расчет. Как рассчитывать усадку? Значит, смотрите, я вам... Лоско сказать, потому что это невозможно. Значит, я могу вам сказать классическую цифру, которая во всех книжках написана, да? Что процент усадки от 30 до 50 процентов. В зависимости от шерсти, которую вы взяли и во всех слоев выложили. Поэтому здесь вы видите, вот это, пожалуйста. Вот это классические 30 процентов, 25-30. Здесь вот не ошибешься. А чем тоньше ваша работа, тем больше усадка. И чем тоньше шерсть, если вы взяли мои ростки. Я... Если вы мне напишете, я отвечу на любой ваш вопрос. Какая-то есть информация в блогах моих по истории вот таковаряния. Идайте нам, пожалуйста. А, и нам. Идайте нам, пожалуйста. Ну, спасибо. А, знаете, да, я очень большое спасибо. Спасибо большое. В блогахе все материалы входят в стольные занятия на нулевом уровне. Ничего приносить не нужно. В этом преимущество. В плом ons и все. В плом ты視aaa на море полосой. Субтитры сделал DimaTorzok